В России растет недовольство солдатских матерей. Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маля. Слышит ли их голос Путин и какие угрозы может нести это его режиму? Шатается ли кресло под диктатором? Как элиты воспринимают отступление российской армии и рейды российских добровольцев на приграничные регионы Российской Федерации? Говорим об этом, а также о пригожне, как о политической фигуре. В России Путин уничтожает всю оппозицию, но пригожено не трогает. Почему? И есть ли шанс у главрячей ВК «Вагнер» сбросить Путина с президентского кресла? К нам подключается журналист-социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, сначала так называемые частичные мобилизации. В России начали выходить с протестами матери, жены, сестры мобилизованных, записывать множество видео с обращениями к Путину, Шойгу и так далее. Очень жаль, что все эти выходы и все эти видео не против войны, а в связи с тем, что их мужей и сыновей плохо экипировали и плохо обучили для того, чтобы убивать украинцев. Но все же, каков масштаб этого недовольства? Что скажете? Ну, что касается самого недовольства, которое в головах у людей, он достаточно велик. А что касается того, что выплескивается наружу, то он очень небольшой. А если говорить о том, каким образом он конвертируется, влияет на политику, то он нулевой, абсолютно нулевой. Так устроена Россия сегодня, что можно выйти на улицу, так сказать, с поддержкой. Этой войны можно каким-то образом записать видеообращение по поводу того, что плохо снабжаются военнослужащие. Но если будет записано антивоенное видеообращение, то это тюрьма. То есть это срок в диапазоне от 5 до 25 лет. То есть на самом деле, я думаю, что никаких шансов на какое-то активное сопротивление в обозримый период нет до тех пор, пока этот режим не рухнет. То есть никакой опции с помощью антивоенного сопротивления или антипутинского сопротивления свергнуть этот режим не существует. Как вы считаете, вот Путин слышит, ну точнее не Путин слышит, а доносят ли Путину вот об этих вот таких вот каких-то недовольствах, обращениях, вот этих всяческих, мы помним, как много было вот этих записанных обращений матерей и так далее. Либо оно просто настолько считается незначительным, что даже никто не считает нужным сообщать Путину, что там есть по определенным вопросам, недовольство следовало бы там, возможно, где-то помягче, где-то что-то исправить, где-то что-то убрать, вот эти перегибы на местах и так далее. Путин находится в информационном бункере, в который он сам себя поместил, информация строго дозируется и вот о том, насколько представление о реальности расходится, насколько представление Путина о реальности, в том числе о войне, о том, что происходит в России, расходится с тем, что на самом деле происходит. Вот это вот вчерашняя его встреча с военкорами, когда военкоры там как бы к ним не относиться, безусловно, они практически все являются военными преступниками, российские военкоры, но это люди, которые только что приехали с фронта и которые хорошо знают, что происходит в войне. И вот Путин на протяжении двух с лишним часов этим людям, которые только что приехали с фронта, рассказывал о том, что происходит на фронте. Да, вот это вот очень характерная вещь, то есть Путин живет вот в этом аллюзорном мире, в который он сам себя поместил, ему дают только ту информацию, которую он заказывает, вся остальная информация, она ему не нужна, даже если она каким-то образом, ну даже по тем вопросам, которые задавались, Путин отвечает как бы из той самой вымышленной реальности, в которой он находится. Там его спрашивают по поводу того, изменились ли цели спецоперации, он говорит, нет, не изменились, значит, а как же так, ну вот вроде как Украина наступает, прошло уже скоро полтора года после войны, Ну, все остается по-прежнему, по-прежнему мы там демилитаризируем, объясняют какими-то безумными вымыслами все это. То есть на самом деле короткий ответ на ваш вопрос нет. Понимаете, так устроена инфраструктура информационная вокруг Путина, что вся информация, которая противоречит вот той картине мира, которую он у себя в голове сложил, она блокируется. Блокируется, потому что просто он не заказывал. Он этого не заказывал. Слушайте, а вот это вот одна из встреч его, последних, с так называемыми военкорами, там, где он сказал о том, что цели так называемой специальной военной операции, они в ходе так называемой специальной военной операции пересматриваются, но, ну, как бы, меняются, но в целом не меняются. Ну, слушайте, да, это очень смешно было. На самом деле, конечно, если рассматривать вот эту встречу, так сказать, как некий вариант стендапа, то, может быть, это, да, можно, так сказать, посмеяться, если бы все это не приводило, не было неким звуковым оформлением, то и тех чудовищных кровавых преступлений и потерь, которые происходят. Да, действительно, там военкор такой есть поддубный, он задал ему вопрос, а как вот с целями военной операции, вот этой специальной операции? На что Путин сказал, что цели остаются прежними, да, все меняется, сознание меняется, но цели остаются прежними. Значит, защита интересов, защита жителей Донбасса, да, происходит, значит, происходят обстрелы, все это ужасно, но мы защищаем, мы по-прежнему продолжаем защищать интересы жителей Донбасса. Ну, видимо, до конца, до последнего жителя Путин, видимо, принял решение об окончательном решении донбасской проблемы, да, об окончательном решении донбасского вопроса, до тех пор, пока ни одного там не останется. Ну, в таком духе, понимаете, то есть, действительно, человек вещает из какой-то вымышленной реальности, в которую он себя давно погрузил. Он рассказывает очередной раз, рассказал страшные ужасы про Ленина, который создал в 22-м году Украину, о том, что он сошел с ума, Ленин сошел с ума. На самом деле, Путин, по сути дела, превратился в такую мумию, которой, конечно, было лучше, чтобы он молчал. Но он продолжает разговаривать, и, на мой взгляд, с каждым своим словом он приближает крах этого режима, потому что, на самом деле, ну, я думаю, что вот я так пытался себя поставить на место этих военкоров, которые, так сказать, вернулись с фронта и знают хорошо, что происходит на фронте. Вот этот вот счастливый дедушка, значит, он рассказывает им какие-то сказки, что у них на фронте происходит. Значит, рассказывает о том, что украинское наступление захлебнулось, что украинцы теряют в 10 раз больше, чем россияне, что уничтожена треть техники, которая поставлена Западом. И, кстати, очень характерно, что за все два часа этого сборища, этого шоу, такого стендапа большого, значит, не был задан военкор, и вообще слово «Пригожин» не было произнесено. И параллельно выступал Пригожин, который, на самом деле, сказал, что украинское наступление идет крайне успешно, значит, отвоевано свыше 100 квадратных километров земли, и, так сказать, потери, называют потери 2-3 танка, значит, западных. То есть, ну, и вот я так примерно представил себя, на чьей стороне вот сейчас могут быть симпатии, скажем, военкоров тех же самых, и там младшего командного состава вооруженных сил. Для меня совершенно очевидно, что на стороне Пригожина точно, уж никак не на стороне Путина. Ну вот, да, Путин, как вы сказали, он в таком информационном вакууме, в таком бункере, но а как относится к этой ситуации элита, которая вот возле него там, да? То есть, понимаем, что вот есть даже последняя информация от издания «The Guardian», которое сообщает, что только в 2022 году и только из-за санкций вот эта вот вся элита потеряла около 95 миллиардов долларов в свете разных обстоятельств, аресты и так далее. счетов. Опять-таки вспомним вот эти вот недавние дроны на Рублевке. Ну, тоже явно кого-то должны были обеспокоить. Как вот среди них настроение? Ну, я думаю, что вы хорошо знаете исследование Блумберга, который опросил какое-то количество там, так сказать, представителей этой самой элиты. Ну, несложно произносить слово «элита» в отношении российской верховки. Можно ли так называемые элиты, например? Ну, вы знаете, вот эта вот прибаводка так называемая, ее надо вставлять после каждого слова, которое касается Российской Федерации. У нас тогда весь разговор превратился в какое-то сплошное косноязыче. Поэтому, ну, вот, к сожалению, так, все слова перевернуты. Элита – это все-таки лучше, а здесь отбор худший. Это такая, как укратия, так по-гречески это называется. Вот, но, ну, все-таки, если отбросить вот это вот перевернутые слова, то вот эта российская верхушка, она очень разная, понимаете? Туда собраны разные люди. То есть, скажем, понятно, что если речь идет о миллиардерах, о тех, которые потеряли там безумные деньги, вообще, на самом деле, жить стали хуже практически все. Практически все. После 24 февраля жизнь в худшую сторону изменилась практически у всех. Ну, может быть, там есть какой-то там для кого-то это шанс, но, в принципе, тот же Пригожин расцвел на этой войне, как кровавый. Ну, а так, в общем, в основном все. Поэтому, конечно, та часть верхушки, которую мы воспринимаем, ну, это миллиардеры, это, так сказать, олигархи путинские, они, конечно, недовольны. И чиновники недовольны. Потому что та модель жизни, когда они воруют здесь, а тратят там, когда у них там, они приобретают на наворованные деньги безумные какие-то там особняки, имущество, виллы и так далее. Эта модель жизни закончилась. Они все под санкциями, поэтому, более того, под санкциями постепенно оказываются их дети. То есть, на самом деле, жизнь стала хуже. Но, вот вы знаете, никакого значения это не имеет. Потому что вот все разговоры о том, что надо сделать, вот у меня несколько раз были беседы сейчас с некоторыми российскими оппозиционерами, которые говорят, вот сделать санкции строже, жестче, и тогда эта элита там свергнет Путина, все это полная ерунда. Ну, уж простят меня мои собеседники, значит, очень уважаемые симпатичные люди, но это полный отрыв от реальности. Никаких, никакого воздействия, вот вся эта элита, все эти олигархи, чиновники, экономический блок правительства российского, который, конечно же, прекрасно понимает все эти Набиулины, Силуановы, достаточно высокопрофессиональные экономисты, которые, кстати говоря, на своих плечах поддерживают вот этот кровавый путинский фашизм. Они, именно они, своей достаточно грамотной, умелой экономической политикой спасают и позволяют Путину по-прежнему продолжать эту войну. Они, конечно же, не поддерживали эту войну никогда, но они абсолютно лишены всякой субъектности, они лишены всякой возможности выступить против, и они соучастники по факту. Вторая часть того, что мы называем путинской верхушкой, это генералитет. Генералитет тоже был с самого начала против войны, это прекрасно известно, там были выступления генерала Ивашова по Кабесу, но тем не менее это кадровый сотрудник генштаба, и через него его устами говорил генштаб, говорил о том, что безумие воевать со всем миром. Но, опять-таки, они заложники, потому что за период там нет ни одного человека, который бы обладал субъектностью политически, обладал волей, политической смелостью и так далее. Все генералы, которые обладали такими, они убиты, просто физически. Генерал Лебедь убит, генерал Рохлин убит. Этот список можно продолжать. И остались вот такие пустышки, как Шойгу, который никакого отношения к армии вообще не имел никогда, или Герасимов. Да, и знаете, подумалось о том, что куда ни ткнись в Российской Федерации, нынче это все пустышки. Если посмотреть, ну хотя бы минут 15 кремлевские каналы, то и те журналисты и ведущие, которые там работают, и те люди, которые туда приходят, они из себя не представляют ничего существенного. Спасибо за то, что поделились своим мнением с журналистом и социологом Игорем Яковенко. говорили о информационном пузыре, в котором живет Путин, и о том, что, очевидно, так называемым элитам российским это не очень нравится, и их не очень устраивает, что война длится уже сейчас 15 с половиной месяцев. Ну и о том, что уж кому-кому, а жить стало лучше и жить стало веселее во время войны наемникам из ЧВК. Субтитры сделал DimaTorzok